Всем привет! Смотрите, какая погода! Я надеюсь, что уже скоро весна. Сегодня, правда, 22 февраля. А я решила в своей маленькой тепличке, когда снег сойдет и растает, сделаю на ее обзор. Может, кто-то хочет купить такой? Так я вам расскажу со всеми подробностями. Она у меня уже три года, эта теплица. Так вот, вернусь к своему первоначальной мысли. Хотела, вчера смотрела какой-то канал, и там девушка показывала, как она сеет по снегу редис. И так все у нее славно входит, прямо замечательно. Но я решила попробовать. У нас земля песочек, и никогда я редис вырастить не могу. Поэтому она прямо вот по снегу посеяла, и все. Вот я сделала себе бороздку, сейчас тоже насыплю вот этот вот укроп, ой, редис, вернее. Ну и посмотрим, что вырастет. Обязательно сниму результат моего творчества. Она сеяла, она просто бросала, как сеятель по снегу, этот редис. Я решила сделать все-таки вот такую канавку, в эту канавку насыпать, чтобы потом хоть найти его. И она не присыпала ничем. Сверху просто вот его так вот побросала, и сказала, что он сходит, и чудесно. У меня уже вот семена здесь обработанные сразу. Ну попробуем, что получится. Получится у меня. Ну я не знатный садовод, но кое-что получается вырастить на своем песочке. Ну посмотрим, что получится здесь ради эксперимента. Сказала, не присыпать ничем. Вот просто бросаешь землю, и все. Может кто-то садил, подсоветуйте, как лучше. Ну вот так у меня рядок такой кривоватенький получился. Ну ничего, я все-таки поставила вот эту вот палочку, чтобы она была видна, где я. Вдруг снег будет таять, так непонятно как. Ну и посмотрим, что получится. Я купила вот эти пледы в фикс прайсе, только для того, чтобы застилать на свой диван. Когда приезжает меньше сын, он приезжает с собачкой. И мне нужно чем-то застелить, потому что собачка носится еще и лапками дерет. Вот, конечно, не то, чтобы очень жалко этого дивана, но все равно. Поэтому сейчас я его постираю, и вам скажу, сел он, не сел. И как он вообще по размерам на мой диван. Вот диван у меня вот такой, я вам сейчас отойду, чтобы посмотрели. Он большой, мы же в частном доме живем, и у нас, конечно, он большой. И я ничего не могла подобрать, чтобы застелить, когда в разобранном виде диван. Показываю после стирки. Ничего с ним не стало, какой был, такой есть. Немножко, но я же не видела, как вода сливалась. Было там вот этот вот ворсик или нет. Края пледа я вам показывала. Они оверлочены и еще прострочены. Ну и вот, смотрите, я-то купила два пледа. Вот он, сколько занял. Хватит, в общем, застелить, потому что вот на эту половинку не хватает. Но, в принципе, моя задумка... Ну, можно его повернуть другой стороной и там надточить. Но я буду застелать его только в том случае, когда будет у меня гости. Поэтому свою функцию за 12 рублей 65 копеек, я считаю, он выполнит вполне. Ну и расцветка мне так понравилась. Вроде бы как к моему дивану немножко подходит. Ну, обои скоро я сдеру, надеюсь, по крайней мере, на это. Вот так он, если я его сложила, застелила вот этими пледами, выглядит в сложенном виде. Хватает этих пледов на мой диван предостаточно. Мой сейчас старший сын посмотрит, скажет, что за сэвдеповская привычка застилать диваны. Можно вызвать химчистку. Ну, я по старинке, поэтому кто тоже застилает, смотрите. Можно их покупать, не жалко, вот попользуемся, ну и потом найдем им применение. Еще купили в светофоре вот этот набор слесарных инструментов. Муж подошел, стоит и смотрит на них. У него этих слесарных инструментов, видимо-невидимо. Я говорю, а что, купить тебя? Ну, он мне так, знаете, как понравилось, он кладет в корзинку и пошел. Дома разбирается, надо или не надо. Хоть что так 23-му февраля я подарю. Сейчас я его распакую, и пусть он мне расскажет, что тут и как. Но если мужчины кто-то покупают, то они знают. Но я вам просто его мнение хочу рассказать. Открыла я этот чемоданчик. Ну, в общем, что сказал муж? Металлы, с которого сделаны эти вот все причиндалы, более-менее. Сказал, китайцы научились делать. Вот это, сказал, набор бит под шестигранные гайки. И звездочки, и плоские отвертки. Ой, хоть бы так. А это набор головок. Начинается от 4 до 14. А вот это, вот это, ну, оно-то на коробке все описание есть. Три шестигранных ключиков на 3, 4, 5. Ну, я думаю, ваши мужчины будут знать лучше, что здесь и как. Поэтому вот, смотрите, я преподнесла поближе. Сказал, нормально, в хозяйстве пригодится. Правильно, что купили. Но вы, если не купили своему мужу ничего к 23 февраля, ему это надо, или еще кому-то купите, нужный подарок и никогда не отвертится, не скажет, что у меня нету там ключа или еще чего-нибудь. На этом свое маленькое видео я заканчиваю. Большое спасибо, кто смотрел, кто был со мной. Всем здоровья, добра, хорошего настроения. И увидимся вновь. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok